здравствуйте сегодня я хочу рассказать про историю которую мы недавно завершили история начинается очень просто гражданин теряет свой паспорт и обращается за получением нового паспорта получив новый паспорт он начинает счастливо жить до одного момента этот момент заключается в том что на него начинается предъявляться требования судебными приставами о погашении задолженности путем вы обращением службы судебных приставов гражданин выясняет что в отношении него есть четыре исполнительное производство по долгам соответственно он начинает выяснять что за долги долги образовались после вынесения четырех судебных приказов в московской области по производству в отношении его гражданин понимает что в отношении его совершены преступные действия обращается в правоохранительные органы но правоохранительные органы выносят отказ возбуждение уголовного дела поскольку прошли сроки для привлечения к ответственности сроки привлечения к ответственности истцы удачно совершенно выждали и обратились уже в суд после того как они вышли гражданин обращается в суд суд ему говорит извините сроки обжалования вышли мы вам ничем не можем помочь на этом этапе гражданин обращается к нам мы начинаем исследовать вопрос но во первых отказ правоохранительных органов в возбуждении уголовного дела не правомерен поскольку у нас преступление все-таки совершено они признание гражданина потерпевшим не позволяет ему использовать правовые способы защиты да то есть когда в отношении гражданина совершено преступление он говорит что извините это все преступление они мои долги и в общем-то это может явиться основанием для пересмотра данного вопроса по вновь открывшимся обстоятельствам вместе с тем у нас выдано судебные приказы казалось бы сроки пропущены казалось бы все очень печально и без возбуждения уголовного дела и признание потерпевшим невозможно ничего сделать но мы обращаем внимание на смену регистрации гражданина смена регистрации гражданина означает то что гражданин живет по другому адресу это уже означает то что дела в отношении гражданина должны рассматриваться по другому адресу к счастью смена регистрации привела еще и к тому что смена подсудности произошла то есть данный суд не мог рассматривать данное дело с учетом текущей регистрации гражданина но поскольку о текущей регистрации гражданина никто не знал поскольку все документы были оформлены по старому паспорту а естественно суд по этому адресу и рассмотрел соответственно смена регистрации гражданина привела еще к следующему моменту у нас суд согласно 128 статьи гпк должен в пятидневный срок после вынесения судебного приказа направить судебный приказ в адрес должника и выдать судебный приказ из суд то есть кредитору поскольку суд не знал о текущей регистрации гражданина он и не направил на адрес гражданина судебный приказ а это уже означает то что гражданин до сих пор не утратил свое право и возможность подачи возражений против выдачи судебного приказа он не получил а срок для подачи возражений исчисляется с момента получения 10 дней с момента получения соответственно этот срок им не пропущен мы готовим возражение пишем там что уважаем суд мы возражаем мы до сих пор не получили судебный приказ в наш адрес судом не направлен суд не выполнил свои обязанности направить в адрес должника судебный приказ но мы в любом случае возражаем поскольку в отношении нас было совершено преступление а также суд рассмотрел данный вопрос нарушением подсудности то есть вы не должны были вообще заниматься этим делом получив наше возражение суд удивленно позвонил нам мы объяснили ситуацию что в общем-то претензии к суду мы не имеем мы имеем претензии к нашим кредиторам которые заявились по поддельным документам в суд и просим направить нам документы послужившие основанием для обращения в суд а также судебные приказы и также мы просим по-прежнему отменить эти судебные приказы суд нам быстренько пояснил что естественно мы это все отменим поскольку других вариантов нет ну мы просто будем жаловаться выше а иметь судье 4 судебные приказы отсуженные по поддельным документам в резюме как-то тоже не здорово соответственно мы получаем отмену судебных приказов заносим приставом приставы выдыхают закрывает производство и в общем-то на этом история заканчивается какой вывод следует сделать из этой истории во-первых контролируйте свой почтовый ящик судебная корреспонденция хранится всего пять дней уведомление приносит почтальон она может быть принесена не за пять дней может быть за два дня принесено если вы в эти дни два дня не успели получить корреспонденцию она отправляется обратно в суд потому что иначе почтовое отделение отправлю а штрафуют на 500 по моему рублей но точно штрафуют сумма может быть другой но все равно обидно чтобы получать уведомления своевременно можно использовать почтовое приложение для телефона почты россии она высылает уведомление если вы зарегистрировали свой адрес получение корреспонденции то есть вы можете туда внести один или два адреса ну или наверно больше даже по которым вы можете ждать почтовую корреспонденции приложение при поступлении в системе корреспонденции на ваш адрес будет вас уведомлять соответственно это быстрее и надежнее чем сама почта россии вот ну а если вы не хотите этим всем заниматься то мы рады будем вам помочь за скромное вознаграждение это это немного дороже чем бесплатное приложение почта россии но тоже эффективно поэтому на этом все ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал и тогда все будет хорошо